Гуляли в парке, играли с детьми, вечером ребенку стало плохо. Появились признаки ротовирусной инфекции. Наталья Белослуцева уверена, опасные микроорганизмы ее дочь поймала именно на детской площадке. Ребенка увезли на скорой и положили под капельницу. Врачи уточнили, если бы протянули до утра, последствия были бы другие. Началась рвота, начался понос. Это достаточно часто, то есть каждые буквально минут 20-30. Вызвали скорую, приехали в стационар, сказали, что мы приехали вовремя. Если бы мы приехали под утро, то уже бы приехали в реанимацию. В соседней республике Алтай из детского лагеря на минувшей неделе госпитализировали с признаком кишечной инфекции сразу 69 человек. Врачи предположили, причиной стал инсириоз. Такое заболевание разносят грызуны. Впрочем, лето – активное время для размножения микроорганизмов, вызывающих разного рода кишечной инфекции. Многие эпидемиологи относят их к сезонным заболеваниям. Это обычная ситуация, она ничем не нова для нас, потому что это сезон, сезон для кишечных инфекций. Каждый год обычно в это же время, потому что сады, огороды, огурцы, помидоры, ягодки, арбузы, дыни, грибы – это все факторы, которые позволяют при неправильном использовании инфицироваться пациенту. Вирусы, бактерии, а также различные токсины. Все эти микроорганизмы провоцируют более 30 кишечных заболеваний, которые протекают в разной форме. А вот симптомы у всех одинаковые. У кого-то рвота температуры, у кого-то понос температура, у кого-то и рвота, и понос, и температура. У кого-то интоксикация более выраженная, у кого-то менее выраженная. Это, опять же, зависит от степени тяжести. Кому-то достаточно водички попить от сорбентов, а кому-то необходимость есть такая проводить инфузионную терапию и получать лечение, например, в реанимационном отделении. Чтобы не стать жертвой кишечной инфекции, не стоит забывать о правилах личной гигиены. Употреблять в пищу только продукты в безопасности которых уверены. И обязательно мыть все фрукты и овощи перед едой. А при первых симптомах заболевания врачи рекомендуют сразу же выпить любой абсорбент и не забывать про обильное питье. Дарья Федоркина, Евгения Прохорова, Андрей Сегаев. Будни.